Всем привет! Отправляюсь сейчас делать видеообзор одного строительного объекта. Вы, естественно, едете со мной. Почему заинтересовала меня эта стройка? Да потому что очень мне интересно посмотреть на строительство в Болгарии изнутри. Посмотреть, какие предлагают планировки. И вообще, как обстоит все это дело. Думаю, те, кто сейчас занимается поиском недвижимости, в том числе поиском дома для проживания в Болгарии, не циклитесь только на домах, которые уже сданы в эксплуатацию и которым, возможно, уже по нескольку лет. Вы можете обратить свое внимание также и на дома, которые только еще начинают строиться. В этом есть гораздо больше даже плюсов, потому что и планировку, да, и выбор стройматериалов, все это вы сделаете под себя. Цены на новые дома не всегда такие высокие, как на дома, которые уже эксплуатируются. Потому что вы можете купить элементарно дом на этапе строительства. Когда дом уже полностью завершен и сдан, безусловно, цены выше. А сейчас на этапе строительства вы можете поменять там как-то планировку, да, может быть там из какой-то комнаты сделать кабинеты гардеробные, ну, все что угодно, да, то есть так, как хотите сделать вы. Покупая старый дом, вы покупаете вместе с ним и какие-то нажитые в этом доме проблемы, да. Вы можете купить летом дом, зимой обнаружить, что там не работает отопление, хотя вам говорили, что все в порядке, да. Вы можете обнаружить, что продувают стены. Когда вы покупаете дом на этапе строительства, у вас гораздо больше знаний, да. Вы видите, из чего строят дом, как его строят, как там швы закрывают и все-все-все прочее. То есть то, что важно для владельца дома. Также вы можете и сами там решить, какое будет в этом доме отопление. Поэтому вот мы и едем сейчас с вами на стройку. Итак, друзья мои, мы уже с вами на объекте. И сейчас об этой стройке, об их компании вам расскажет представитель, соучредитель. Зовут его Андрей. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Андрей. Я соучредитель компании Кришта-10. Мы строим дома. Дома мы строим на своей собственной земле. То есть нет никаких проблем с банком или других юридических или административных сложностей. Она просто своя. С этим сложностей никаких нет. Строим мы дома с видом на море. Да, вот как раз панорама. Около Сарафова. Кто-то называет, что Сарафово какой-то удаленный квартал Бургаса. Кто-то говорит, да нет, Сарафово это именно Бургас. Географически до Сарафова у нас пешком примерно 10 минут. От Бургаса? 400 метров нет от наших домов до Сарафова. То есть если опираться на представление людей о том, что Сарафово это как раз Бургас, юридически так оно и есть. До Бургаса у нас 10 минут пешком. До центра Бургаса на машине, наверное, около 7-8 минут. Вот, то есть это ближайший пригород. По большому счету вот эта территория, которую мы видим, у нее нет другой судьбы в дальнейшем, как стать просто пригородом. Ну не бывает, на мой взгляд, нового развития территорий, которые прилегают городу. Потому что, ну, это люди любят жить в пригороде, это выгодно, все меньше и меньше хотят находиться именно в городе. Ну и для кого-то, может быть, это какой-то элемент статуса, мне трудно говорить, но и тем не менее, свой дом это всегда, конечно, хорошо и приятно. Свой дом это гораздо лучше. Вы всегда знаете, что у вас нету соседей, да, внизу, по бокам и сверху. То есть вы живете полноценную жизнь, а не жизнь соседей. Да, и относительно соседей мы учитывали возможности сохранения максимальной приватности относительно соседей по домам. То есть дома при планировке у нас развернуты таким образом, чтобы на соседний дом выходило минимум окон или одно. Ну, например, если террасы выходят у нас вот на соседний дом, то на этом доме террасы на эту сторону нет. Отлично. То есть я могу выйти в неглиже, ну, в плавках. Ну, как вам захочется. Позагорать, да. То есть соседи видят друг друга крайне редко и минимально. То же самое касается и террасы, которые выходят на сторону моря. Я, выходя на эту террасу, не вижу ни одного окна у впереди стоящего дома, кроме окна лестницы, которая, собственно, не является окном, в которое нужно смотреть. Вот как раз за вашей спиной это лестничное окно, да, и мы видим, что никаких панорамных окон тут нет. Ну, мы еще сделаем обзор. Вид на море у нас сохраняется также из всех домов. То есть, несмотря на то, что первый ряд домов условно, первая линия стоит вот перед вот этой второй, вид на море со всех террас и из любых окон он сохранен. Это очень важно. Что еще можно отметить? Мы, пожив здесь и для себя поняв какие-то минусы местного строительства, ну, может быть, и плюсы, я, правда, не знаю, я думаю, что их можно найти, но если говорить о минусах, потому что всем хочется жить в тепле, всем хочется жить, чтобы не было плесени, всем хочется, чтобы дом сам по себе жил долго. Или, как высказался один знаменит архитектор или художник, я боюсь соврать, чтобы он красиво старел, значит, он должен быть построен качественно. Мы сделали ставку на качество, ну, время покажет, насколько мы оказались правы, то есть у нас только кирпичная стена это 42 сантиметра, потому что рассказы о том, что в Болгарии всегда тепло или там нет зимы, как нам когда-то говорили, когда мы приехали, но это миф. Ну, мои подписчики уже знают, я всегда говорю, как мы мерзнем в Болгарии. Ну, действительно холодно, то есть при температуре, которую показывает градусник, ну, например, плюс 10, допустим, я такое помню было в феврале или в конце января, ощущения, ну, совершенно жуткие, потому что влажность и все это сказывается. То есть холодно бывает действительно холодно. Стены толстые, то есть они непродуваемые, они, дом теплый, непродуваемый, помимо всего прочего мы делаем высокие пороги, то, чего не делают местные застройщики. Это тоже тепло, это тоже защита от влаги. То есть расходы по строительным материалам у нас выше, чем у подобных домов, но мы сознательно идем на это, потому что не хочется впоследствии смотреть на покупатель, ну, вы знаете, ну, это же дом уже может протечь. Нет, если сделать нормально, ничего этого не произойдет. Ну, вот, Андрей, мы так увлеклись беседой, мы не сказали название компании. Компания называется Кышта-10, то есть переводит с болгарского дом 10. И чем все-таки вы сейчас вот этот объект, что вы хотите получить от него, да, кому реализовать эти дома и какое преимущество этих домов по сравнению с вашими коллегами, допустим. Чем мы отличаемся от других. Домов будет 16, то есть этот мини-поселок. Преимущество по качеству строительства, я уже говорил, мы, наверное, как мы вернемся, но одно из основных, на мой взгляд, это то, что это частные дома, это не комплекс. То есть здесь никакой таксы поддержки, ничего этого нет, это каждый дом индивидуальное, приват-место. В том-то и дело, что никакой таксы поддержки, ну, естественно, что люди, проживающие здесь, могут встретиться с пивом вечером, сказать, ребята, не поставите нам шлагбаум, обойдется нам это, не знаю, в 10 лев в месяц или в 5, я не знаю. Друзья, давайте все вместе продумаем охрану. То есть не будет никакой управляющей компании, с которой будет заключен договор. И, ну, мы знаем и по истории в Болгарии, что и судебное разбирательство были, и часто скандалы. И уж почти всегда недовольны собственники, недовольны действием управляющей компании. Я вот, честно говоря, просто не помню, если вы знаете или нам скажете, я не припомню ни одного комплекса, где бы собственники были довольны управляющей компанией. Не знаю, я такого... Вот чтобы они писали, замечательно, вовремя озеленение, бассейн чистый, интернет дешевый, я такого не помню. Ну, вообще нам людям очень сложно угодить, да, особенно, когда это большое количество людей собирается вместе. Всегда есть кто-то, кто мыслит по-другому. Согласен. А тут вы делаете дома для того, чтобы, ну, естественно, их на продажу, для того, чтобы покупатель жил свою полноценную индивидуальную жизнь. Совершенно справедливо. Хочешь беседку ставить, хочешь барбекю перенести, пожалуйста, хочешь завести морских свинок декоративных, которые будут верещать по ночам, ну, договаривайся с соседями, но, во всяком случае, тебе никто не может этого запретить. Есть выбор по провайдеру, ставьте интернет, какой хотите, в комплексах, я знаю, с этим бывают сложности, не во всех, но бывают. То же самое с телевидением и тому подобное. Ну, и все-таки Андрей вот не сказал, да, что в данный момент дома это строят, это строят граждане России, да? Граждане России, граждане Казахстана, и строительство ведется на собственные средства. Мы потому и являемся, как бы, гражданами других стран, именно потому это строим, что нам кажется, что можно сделать несколько лучше хотя бы для себя. Ну, и потом вы назвали страны, которые представители этих государств, однозначно знакомы с лютой зимой, скажем так, что такое зима. И вы, исходя из своего опыта, уже применяете все эти методы в Болгарии именно. То есть не говорите, ой, в Болгарии летом тепло, тут никто не замерзнет. Нет, все стройки ведутся, да, исходя из... Здесь нет лютых морозов, но холодно, влажно, сыро и ветрено бывает очень часто. Ну, просто очень часто. Иногда ветер, ну, я сейчас живу в апартаментах в квартире, ну, гул стоит, ветер сильнейший. Это частенько, тем более близость моря. Это все надо учитывать. Учитывая все это, именно вот такой подход к строительству. У нас и бетона побольше, чем у других подобных конструкций. И кирпич, естественно, расход больше, раствор и тому подобное. Но я обратила внимание, вот как подъехала, что совершенно по-другому выглядит кладка, да? Да. То есть кладка здесь, я, конечно, не являюсь большим специалистом, да, у меня другая профессия. Но вот это бросается сразу в глаза. То есть я еще сделаю обзор отдельно, да? Сейчас мы просто интервью такое берем у Андрея. И вы сами рассмотрите все. И если будут какие-то замечания, обязательно напишите. Ну, специалисты, да. И специалисты приезжали, тоже говорили, что да, это хорошо. Эти оценки нас греют. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что останавливаться мы не намерены. Впереди освоение оставшейся земли. Новых строительствах, где мы обязательно все это будем строить в дальнейшем. И нам кажется, что локация при этом очень удобная. Очень удобная локация именно пригорода и близости инфраструктуры. Прямо здесь, на этой территории, конечно же, нет никакого магазина. Но по большому счету, в подавляющем большинстве пригородных комплексов этого тоже нет. То есть люди владеют автомобилем. На Западе, по-моему, давно уже привыкли закупаться раз в неделю всем необходимым надолго. Ну, я полагаю, что это нормальная схема. Ну, и здесь не так далеко. Вот вдали видны жилые дома Сарафова. То есть там однозначно есть и магазины, и все на свете. Если вы хотите там какие-то ваши любимые магазины посетить, мол, то это в Бургас, это тоже не так далеко, да. Ну, и самое главное, конечно же, что панорама и рядом море. То есть все это. А какие преимущества строительных материалов? Вот в чем изюминка, да, вот этого? Вот я обратила внимание, что немножко какой-то другой конфигурации здесь используется кирпич. Может, заблуждаюсь. Вы сказали, что здесь используется гораздо больше бетона, то есть вы не экономите. Мы не экономили. Я обратила внимание, что мне здесь понравилось, очень хорошая планировка. Да, планировка. Ну, первое, с чем столкнулся я, когда приехал много лет назад, в прихожей почти никогда нет чего-то напоминающего гардероб. Или гардероб, к которому привыкли мы, например, в России или в Казахстане. То есть первая мысль русского, где я буду шубы хранить. Ну и вообще все. Здесь, конечно, шубы вряд ли пригодятся, но навсегда в доме есть какая-то утварь или вещи, которые нуждаются в таких местах хранения. Здесь большой гардероб. Ну, реально большой. Очень большой, мне понравилось. Чтобы не запихивать, мучить на какие-то там банки или пылесосы на верхние полки, антресоли, как мы все это привыкли делать, здесь это предусмотрено. Это по планировке. Кухню мы планируем отдельно. То есть по-болгарски зал с кухней называется всекидневно. Мы предлагаем кухню отдельно и гостиную отдельно, что тоже, на мой взгляд, большой плюс. И это оставляет возможность для перепланировки следующей. Кухня по своим размерам, она соотносима со спальней. И вместо трех спален в доме можно сделать четыре, а гостиную сделать всекидневной, как это принято в Болгарии. То есть кухня, мебели для отдыха, телевизор, все это в одной комнате. То есть вы, если хотите, чтобы в вашем доме было больше спален, чем предлагает застройщик, вы можете кухню легко перенести в зал, как в России говорят, в центральную комнату. И там позволяют коммуникации и все это сделать. То есть даже есть возможность вот сейчас на этом этапе договориться с застройщиком и сделать какие-то небольшие перепланировки. Небольшие, конечно. И у нас есть опыт, потому что в одном из домов, который уже продан, покупательца по своему усмотрению решила сделать перепланировку. Мы это осуществили. То есть мы пока еще сохраняем цены, которые были несколько месяцев назад. Сейчас цены существенно выросли. Ну существенно. У нас цена осталась в рамках начала строительства. И мы стараемся за всех сил ее держать. Ну потому что, во-первых, мы пионеры и на этой земле, и на этом проекте. И хочется сохранить ее, и на мы добрые, и чтобы покупатели были заинтересованы в покупке, так же, как и мы в продаже. Да, я считаю, вообще, когда кто-то начинает свой бизнес в новой стране, то первый объект, он обычно вообще показательный. То есть показательное качество. Люди стараются. В этом тоже, обратите внимание, есть масса плюсов. Да, и дом пока, условно говоря, раздет, ну в кавычках. Да, это все можно оценить и увидеть своими глазами. Кладку, бетон, планировка, из чего все это состоит. Когда мы покупаем дом готовый, он отделан. Он, я не знаю, в штукатурке, в камне или в какой-то плитке декоративной. Но мы же не можем его разрезать, как арбуз, и сказать, ой, какие дырки в кирпиче, ой, какие пустые швы. А почему же вот что-то еще свисает, какие-то остатки ваты. Это невозможно. И потом эти сюрпризы получаем. Хотя экспертиза подобная есть. Я знаю, что в Болгарии люди ходили с приборами, определяющими источники холода, потом пробивали стены. Оказывается, кирпича нет вообще, кусок пенопласта, отделяет вас от улицы. Такое тоже бывало. Сейчас, вот на этом этапе, все видно, все можно пощупать, потопать, попрыгать. Так, а есть ли возможность вообще человеку, который, допустим, сейчас на этапе строительства приобретает, может ли он получить объект полностью завершенный? Конечно. То есть это нужно обсуждать стройматериалы, да? Вот эти вот отделочные. И это будет увеличение цены. Нет, отделочные стройматериалы, вы имеете в виду, если покупатель говорит, а я хочу внешний вид другой? Нет, вот сейчас мы, скажем, видим незавершенное строительство. Человек, который заключает с вами договор на приобретение этой недвижимости, он в каком виде получает дом? Полностью с отделкой? Или он получит все-таки частичную какую-то отделку? Балгарит называется на этапа. То есть дом с отделкой, но без ремонта, как хочет покупатель. То есть ремонт предусмотрен, заложен в бюджет пол, ламинат, но ламинат до определенной ценовой категории. Заложена, естественно, штукатурка и внутренняя. Но внешние отделочные работы все закончены. Это понятно. Безусловно, окна, двери стоят. То есть это все предусмотрено. Если человек хочет и ремонт, чтобы сразу был сделан, и, например, ламинат лучше качества, выбор какой-то там сантехники или плитки, то есть все это обсуждается. Это может быть просто повышенная цена и оговаривается отдельно. При покупке никто не требует уж не более на стадии строительства 100% оплаты. То есть есть просто определенная дифференциация. Какие-то этапы, да? Конечно, по этапам. Сколько заплатить, например, дома в меньшей степени готовности и дома, которые будут уже на завершающей стадии. Это просто разные суммы взносы или предоплаты. Давайте проговорим. Значит, на этапе получения уже дома покупатель получает внешняя полностью отделка, внутренняя отделка сделан ламинат, в ванной комнате никакой керамины. Готовы все выводы, розетки подразделить. Разводка воды сделана, разводка электрики сделана. Безусловно, конечно, конечно. Выключать или этого ничего не стоит? Нет, стоит готовые места для выключателей и розеток. Это уже выбирает покупатель, модель выключатель. Конечно, у кого-то дизайн, кто-то хочет под камень, кто-то под костюм. Но такая возможность у вашей компании есть. С вами может покупатель договориться и вы сделаете полностью отделку этого дома. То есть вы можете, оплатив определенную сумму, сделав определенный контракт, въехать уже в полностью готовый дом. Мебель только поставить и все. Оговариваются сроки. Причем условия выплаты не могут быть как удобные для покупателя или, например, привязаны к этапам работы. То есть обо всем можно договориться. Но вот всегда покупателей домов волнует, будет ли акт 16. А как его может не быть, если мы выложили свои деньги и не хотим их терять? Нет. Бывают покупатели и покупатели на этапах акт 14 и дальше дело не идет. То есть у вас полностью будет готовая документация, все будет готово. Все будет готово и существует договор, который подписан и юридически закреплен во всех инстанциях. Это все оговаривается, все эти детали, нюансы. И потом, ведь нам же никто не запрещает говорить и спрашивать все подробно. Ну, кто-то договаривает, кто-то не договаривает. Поэтому вот я задаю такой вопрос, чтобы уже мои подписчики знали. Здесь все надежно. Безусловно. И, конечно, волнующий всегда вопрос. Каким образом в этом доме происходит отопление? Помимо того, что он утеплен хорошо, все равно какие-то там теплые полы. За счет чего будет? Какая-то там помпа, да, вот эта тепловая? Теплые полы предусмотрены. Это инфракрасные пленки. Мы очень долго спорили, какую выбрать схему отопления. Плюс в каждом доме предусмотрен камин. Но это уже по желанию. Кто-то считает, что это грязно. Но по плану камин есть. Ну, именно дровяной камин. Дровяной камин есть по плану. В каждом доме его можно ставить, можно не ставить. То есть для него готовы все выводы, труба и так далее. Кондиционеры ставятся по желанию. Под них просто готовятся все входы и выводы, сами магистрали. И на наш взгляд этого будет достаточно. Если кто-то проговаривает схемы более сложные. Ну, например, там солнечные батареи или нагрев воды на крыше. Крыша, кстати, плоская. Крыша эксплуатируемая. Туда можно ставить все, что угодно, как вы хотите. Она довольно большая. Джакузи рядом. Солнечные батареи, пожалуйста. Это тоже все это возможно. Так что по отоплению это выглядит именно таким образом. Но если кто-то хочет что-то мудреное, это частная территория, частный дом. Делайте, пожалуйста, после получения акта, когда мы все свои доверенности выполнили. Но опять же, что-то мудреное лучше производить, когда вот в такой стадии дом находится. Они тогда уже положили в арминат. Безусловно. Это оговаривается. Покупатель говорит, стоп. А я бы хотел вот схему вот такую. Я бы хотел поставить котел пилетный. У нас, кстати, есть технические помещения, где все это предусмотрено. То есть, вход в кладовку с улицы. Но кладовка это, в общем-то, техническое помещение, где все это может стоять и быть скрыто от глаз. То есть, система отопления, система, может быть, насосы какие-то, подачи воды, пожалуйста. Андрей, ну теперь еще, конечно же, безусловно, интересует подписчиков. Какие гарантии вы даете? Какие сроки строительства, да? Когда вот эти дома, допустим, будут уже завершены? Ну, еще что-нибудь добавите? Касательно гарантии, ну вообще существует законодательство, в котором эти нормы все прописаны. И срок указывается, это 5 лет. Ну, например, на крышу. Мы в рамках закона, безусловно, эту гарантию даем. По территории предусмотрена, конечно, установка заборов, которые определяют ваш участок и отделяют вас от соседей. Озеленение. Ну, озеленение, вероятно, будет минимальным согласно плану. В дальнейшем каждый сам делает то, что хочет. Текущая серия вот этих домов должна быть в ноябре. И касательно, я даже не знаю, наверное, каких-то бонусов. Да, тоже интересно. Ну, если у нас по договору предусмотрены энергомагистрали для кондиционеров, то, допустим, ну, для ваших друзей... Кто придет с моего канала, да, по паролю, Елена, к ентке. Да, мы установим и кондиционеры, и три кондиционера. Будет установлено три кондиционера. За наш счет. Большой бонус. За наш счет. Сейчас кондиционеры стоят очень довольно-таки высокие цены на них. Так, и я, как поняла, вокруг дома будет сделана планировка, да, и будет два парка места. Два парка места, да, это все. Это штампованный бетон, не плитка. Два парка места, озеленение согласно плану и разделительные ограждения, безусловно. Ну, замечательно, Андрей, мне все понятно. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, задавайте в комментариях, вам обязательно на них ответят. Лучше же, конечно, я всегда считаю, выбрать новый дом. Конечно. Если кто-то сейчас находится в поиске недвижимости, в принципе, сейчас вы уже видите, какие стены, да, как сделаны швы. Все это видно, и самое главное, вы можете под себя заказать стройматериалы, под себя сделать планировку на вот этом этапе. Ну, лучше всего, конечно, приехать и пощупать. Да, естественно. То есть, все будут контакты, указаны под роликом, и вы еще пришлете мне, конечно же, планировку. Конечно. Ну и обзор. Безусловно. А сейчас я сама все поснимаю для вас, все швы, планировочку. И Андрея мы отпускаем. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. Спасибо. Интересно было пообщаться. Благодарю вас. Всего доброго. Вот так на данный момент выглядит стройка. Один из этих домов уже продан, остальные ждут своих покупателей. И сейчас мы посмотрим вместе с вами, как располагаются комнаты. Справа от входа большая вместительная гардеробная. Слева, если посмотрите, очень удобная лестница, она не занимает много места. Здесь санузел расположен, тоже достаточно большой. Это спальная комната, может быть, гостевой, может быть, чья-то, как вы решите. Не забываем обращать внимание на швы, на то, из какого кирпича выложены стены. Сейчас мы видим с вами центральную большую комнату. В ней расположены окна, огромный в пол, выход на террасу. И вот такая большая кухня. Теперь отправляемся с вами на второй этаж. Обратите внимание, какая удобная лестница. Во-первых, вы экономите на перилах. Во-вторых, она нигде никак не перемешивается с интерьером. Очень незаметно вписывается во всю планировку. На втором этаже точно так же располагается большой санузел. В санузле расположены точно так же два окна. По желанию одно окно можно закрыть, если вас что-то там не устраивает. С какой-то стороны получается, что будет душ расположен. Это всё решаемо. Сейчас мы с вами заходим в спальню. Большая родительская спальня, да, можно сказать и так. К ней примыкает гардеробная. Господи, гардеробная — это мечта любой девочки. Нам без гардеробной никак нельзя. И ещё, что мне понравилось. Из спальни вы можете выйти сразу на террасу, да. Вот вы проснулись, вышли, посмотрели, какие прекрасные виды вокруг. Море. Может быть, кто-то позанимался йогой на террасе, да. Кто-то присел, выпил чашечку кофе. Райская жизнь, райское наслаждение. И посмотрите, какая огромная терраса. Из другой комнаты тоже есть выход на террасу. Вот, кстати, из таких кирпичей строят этот дом. В этой спальне огромные панорамные окна. И точно так же здесь расположена гардеробная. Но гардеробная получается с окном. Поэтому в ней вы можете запросто сделать для себя кабинет. Для кабинета ведь места много не нужно. Главное, чтобы стоял рабочий стол, да, помещалось кресло. Поэтому я считаю, здесь очень хорошая планировка. Обратите на это внимание. И вот лестница. Тоже вам будет удобно по ней спускаться. Здесь большое окно. Оно дает достаточно много света. На стенах можно разместить очень красиво светильники. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, как с наружной стороны выглядит дом. Обращаем внимание, все время вам напоминаю, на швы, на качество работ. И вы мне скажете уже, не тяни, Елена, давай говори, какая же цена за все это счастье. Цена начинается от 910 евро за квадратный метр. Почему от? Потому что на цену влияют несколько факторов. Такие, как отделка, размер участка. Участок может быть 350 и 450 квадратов. Все зависит от того, как расположен дом и какой вы выберете. И безусловно будет влиять то, на каком этапе строительства вы будете приобретать этот дом. И, конечно, работает с каждым клиентом индивидуально. Поэтому все это вы узнаете. По контактам, которые я прикреплю внизу под видео, обязательно посмотрите. Канализация это будет биосистема. Очищенной водой планируют, что будет осуществляться полив на участке. Напомню вам, что здесь не будет никакой управляющей компании. Не будет никакой таксы поддержки. Ну, а остальное выбор за вами. Обязательно жду ваших комментариев после просмотра видео. Не забудьте поставить автору лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. И до скорой встречи, мои дорогие друзья. Обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.